До 1 декабря по законодательству Республики Беларусь все владельцы транспортных средств должны переобуть своих железных коней на зимнюю резину. Большинство автолюбителей уже решили этот вопрос, но есть и те, кто тянет до последнего. Скажите, пожалуйста, вот последние два дня... Тихо, спокойно. Тихо? Да, основная масса была в истерике неделю назад. Но часто люди приезжают в последний день. Да еще будут ехать до этого, до Нового года. А многие эксперименты ставят, а вот эту зиму я проездил на лете и считают, что они выиграли много денег. На шиномонтаже у Руслана Гадуйко работа идет исключительно по записи. Все четко и по расписанию, а поэтому никаких очередей. А вы пробовали без... Нет, это сумасшедшее. Ну, вы хотите стоять 6 часов. А ради зачем? Ну, это безумие. В этом маленьком городе ночной шиномонтаж вообще нонсенс. Это не Москва, не знаю, не Питер, не Минск. Здесь можно спланировать время, хватает шиномонтажей. Просто перебываться надо не вот когда побежали там снег или... Конец сентября пришел и поехали. Первый раз стекло замерзло, это первый и самый главный сигнал. У нас люди друг другу рассказывают, колеса испортятся, еще все это фигня. Извините. Потому что реально асфальт остывает к концу сентября. Какая бы ни была плюс 20, асфальт уже становится холодным. С шиной ничего не сделается. Плюс у процентов 70 населения пробеги, ну, маленькие, мягко говоря. Поэтому зимние шины вообще ничего не станут. Эксперты, такие как Руслан Гадуйко, который уже 30 лет работает в этой сфере, вообще рекомендуют переходить на зимнюю резину еще в сентябре. Это не только обезопасит владельца транспортного средства от перепада температур, но и своеобразная диагностика, гораздо более дешевая, чем обычная. Ведь профессионал по колесам может понять и подсказать, в каком состоянии находится подвеска транспортного средства, развал схождения или тормозная система. Немаловажно и качество обслуживания при смене резины. А какое оно может быть, когда люди стоят в очереди по 6 часов? Люди живые, которые работают в шиномонтаже. И когда стоит живая очередь, поверьте мне, там про вопрос качества вообще слова не идет. Быстро. Все. Ну, это, к сожалению, наши... Ну, опять, людям это не надо, поэтому люди считают, что монтаж везде абсолютно одинаковый. Стоимость замены шин варьируется от 53 рублей до 120. Это та предосторожность, которая может спасти вас и вашу машину. Выбор некачественной резины может привести к поломке автомобиля. А в экстренных ситуациях дешевая обувь в ваших колес не сцепится должным образом с дорожным покрытием, и это приведет к аварии. Первое. Не слушайте никого. Добрые люди. Есть куча интернета, куча, опять же, мастеров приехали, спросили. Они друг другу что-то рассказывают, рассказывают. В итоге экономят на шинах, экономят на чем-то, какую-то бушку ставят, а потом в городе скорость движения 20 км в час. Хотя можно ехать всегда 60, у нас нормально работает коммуналка. Это первое. Второе. Не экономьте. Шиномонтаж – это такой же автосервис, это не шарашкина контора. А все ищут подешевле. 99% телефонных звонков у меня только цена. Никто не спрашивает. Стаж работы, оборудование – цена. Понимаете? И третье. Никто не меняет шаровые опоры на скорость. Шиномонтаж должен быть быстро, качественно, недорого. Так не бывает. Либо быстро, качественно и дорого, либо быстро, некачественно и недорого. Виктория Гапутина, Дмитрий Литвенюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.